Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Тени Сэнфора, сезон 3 серии 9, Зоу в сердце. Вы забежали в дом, испуганные и замерзшие, успевшие промокнуть до нитки. Аделя тряхнула волосы от воды и повернулась к вам. Можете остаться у меня переночевать. А утром решите, что делать с Бобби и Кэнди. Телефон не работает. Вишня положил трубку. Нам не нужна полиция. Дерек сам хочет его поймать. Да и чем полиция тут поможет, если честно, да? Аделя обхватила себя руками. Мне плохо, я иду спать. Комнаты сами найдете. И она бесцеремонно пошла к себе. Идешь? Майкл показал в сторону второго этажа. Да, сейчас. Ты уткнулась в окно, думая о чем-то своем. Этот пожар, он перевернул жизнь Адель. Она находилась в этом доме столько лет одна, переживая ту ночь снова и снова. Кто знал, что так обернется? Ты не заметила, как поднялась в комнату люка? Она была заброшена, как и все остальные. Не дом, а сломанная шкатулка горьких воспоминаний. Провела рукой по пустому столу, смахивая пыль и оставляя за собой следы от пальцев. В горле стоял ком. Столько смертей. Время не лечит. Поговорка была не права. Собравшись с мыслями, ты спустилась в гостиную. Дерек о чем-то говорил с вишней, потом взглянул на тебя. Все нормально? Да. Он хлопнул вишню по плечу, словно они были давними приятелями и встал с дивана. Пожалуй, пойду спать. Дерек прошел мимо тебя и скрылся в коридоре. Ам... Ты замерла, затем улыбнулась вишне и последовала за Дереком. Уже в коридоре тронула его за плечо, он остановился, удивленно взглянул на тебя. Что-то не так? Хотела пожелать спокойной ночи. А, и тебе. Ты вдруг вспомнила все ваши встречи, разговоры, ссоры и смех. Дерек, когда-то вы были очень близки, и Дерек был в тебя влюблен. Дерек, промолчать. Дерек кивнул и поднялся на второй этаж в свою комнату. Ты тоже вернулась в гостиную. Вишня стоял возле одной из картин. Он разглядывал ее, словно знаток искусства, время от времени касаясь полотна. Мне кажется, или ты выпил все, что было? Вишня развернулся к тебе с фирменной улыбкой. Все не так плохо, принцесса. Выпивка разбавлена водой. Зачем? Чтобы не так напиваться, очевидно. Он сел в кресло и уставился на тебя. Его молчание и внимательный взгляд смущали. Столько лет прошло. Я даже не знаю, как мне стоит себя вести с тобой. Достаточно быть собой. Он улыбнулся краешками губ, но улыбка вышла грустной. Почему ты здесь один? А где Аарон? Собирался в душ. Он махнул в сторону, куда идти. Я хочу побыть с тобой. Я надеюсь, это никак не повлияет. Если ты не против... Выражение его глаз потеплело. Конечно, не против. Ты села рядом с ним, но затем чуть отстранилась, взволнованная его близостью. Как прошли эти десять лет? Черные драконы вышли на новый уровень. Часть нашего бизнеса теперь легальна. Какие умнички! Он рассмеялся. Мы такие. Я часто был в разъездах, в Сент-Фори бывал редко. Пару раз был в Балтиморе. И даже не заглянул? Ты театрально обиделась и все же где-то в глубине души поняла, что тебя это действительно задело. У каждого из нас уже были свои жизни. Как ни крути, а время идет. К сожалению, мы теперь чужие друг другу люди. Его слова ранили тебя, ведь стало ясно, между вами больше нет той искры, что было раньше. Ничего страшного. Когда ты вошла в комнату, Майкл сидел на кровати, уткнувшись пустым взглядом в стену. Ты как? Вспомнил старое чувство тревоги за брата. Не верится, что мы так глупо поссорились и перестали общаться. Бобби было легче не видеть меня и не вспоминать о той ночи. Я не виню его. Мне и самой было тяжело его видеть. Майкл прижался к твоему животу. Не смогу уснуть, зная, что Бобби в опасности. Мы не можем быть в этом так уверены. Я знаю, что тебя расслабит. Вы посмотрите на ее лицо. Ты нежно поцеловала его, все увеличивая напор. Соблазнить Майкла. Но тут раздался грохот, разбудивший вас всех. Затем откуда-то послышался душераздирающий крик Адель. Все побежали на звук. Убери свои руки! Сначала ты заметил Адель и высокую тень позади нее. Ты не видела кто там, но догадалась. И страх мерзкими щупальцами сжал все органы. Это ты! Человек в маске вышел из темноты на свет лампы. Давно не виделись, Сара. Где мой брат, урод? Не беспокойся. Он еще жив, пока. В этот раз ты от нас не уйдешь. Какое совпадение. Я хотел сказать вам то же самое. Что тебе нужно? Человек в маске прошел вдоль гостиной, вынуждая Адель тащиться за ним. Спасибо, что откопали картину. Я все никак не мог ее найти. В гостиную мокрый и уставший завалился мордогрыз, едва держа в руках полотно. Я принес, хозяин. Молодец. Вы встретились взглядом с мордогрызом. Он ехидно рассмеялся. Я знал, что мы еще встретимся. Отойди от него подальше. Ты отошла на несколько шагов. Боишься? Это мудро. Не подходи ко мне. Человек в маске забрал картину и махнул кому-то позади вас. Из коридора посыпались другие чудики. Чур, это моя. Нет, моя. Мы же договорились. А вот и нет. Они схватили тебя за руки и скрутили за спиной. Каждый из чудиков проделал то же самое с остальными. Куда вы нас тащите? Я же сказал, вам от меня не скрыться. В моем цирке как раз не хватает актеров. Размечтался. Дерек вырывался как мог. Человек в маске тихо рассмеялся. И его голос спокойный, но по кровожадному серьезный, напугал тебя сильнее чудиков. Не во всех историях бывает счастливый конец, мой друг. Ох, очень коротенькая серия, но это, знаете, как затишье перед бурей. У нас была интимная сцена, и мы поговорили с Вишней, и тут бац. Все, закончились наши спокойные часы. Впереди роковая встреча с Человеком в маске. Друзья, плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.